Всем привет дорогие друзья, с вами я Виктор и вы находитесь на YouTube канале Vector Обзорщик. И сегодня я бы хотел рассказать про мои новые наушники, это Samsung Galaxy Buds 2. Эти наушники мне достались в подарок при покупке Samsung Galaxy S21 Fun Edition, обзор которого смотрите вот здесь вот в подсказках. У меня наушники в белом цвете, на мой взгляд это самый универсальный и самый классический вариант, но также эти наушники поставляются в других различных цветах, это графитовый, оливковый и фиолетовый. Обратите внимание, что корпус футляра всегда снаружи будет белый во всех моделях, но вот внутри он будет раскрашен в цвет наушников, достаточно интересное решение. Поставляются наушники в коробке из белого картона. В комплекте поставки входит документация, сами наушники в зарядном кейсе, кабель с USB-A на USB Type-C длиной 80 см и две пары запасных амбушюр. Одна установлена по умолчанию. Цвет насадок соответствует выбранному цвету наушников. Внутри амбушюр установлена пластиковая сеточка, которая обеспечивает дополнительную защиту звуковода от загрязнения. Зато размеры кейса довольно компактные и составляют всего 50 на 50 на 28 мм, что поместится практически в любой карман, либо в любую дамскую сумочку. Вес кейса составляет 42 грамма. На его корпусе сверху нанесен логотип Samsung. Снизу информация о модели. Спереди индикатор заряда футляра, а сзади разъем USB Type-C. Внутри находится надпись Sound by AKG, индикатор заряда наушников и ванночки с сильными магнитами, где и расположены сами наушники. Открывать футляр одной рукой можно, но все же намного удобнее это делать двумя руками, так как крышка довольно плотно прилегает к основной части корпуса. В открытом состоянии крышка не болтается и вообще никак не люфтит. Galaxy Buds 2 получили дизайн каплевидной формы, что обеспечивает комфортную посадку в ушной раковине. При этом они достаточно компактные, чтобы из ушной раковины практически не выпирать. Вот смотрите, как выглядят наушники на мне. И проходим вот такой вот тест. Я машу головой достаточно сильно. И наушники держатся на месте просто офигенно. Вес каждого наушника составляет всего 5 грамм, благодаря чему они не вызывают дискомфорт во время длительного использования. Сами наушники и кейс снаружи глянцевые, что как по мне не самый практичный вариант для устройства. Именно из-за этой глянцевости наушники достаточно скользкие. Когда вы их достаете из вот этого кейса, они норовят выскользнуть. Для подключения к смартфону, планшету либо ноутбуку наушники используют модуль Bluetooth 5.2, совместим с прошлыми версиями. Для начала работы и дальнейшего прослушивания музыки не требуется никакого дополнительного приложения. Но для настройки Samsung Galaxy Buds 2 и для получения свежих обновлений вам понадобится приложение Galaxy Wearable, которое доступно только для Android устройств. С его помощью можно легко обновить прошивку, оценить оставшийся заряд, выбрать пресет эквалайзера и проверить положение наушников. Можно включать и отключать режим шумоподавления и режим прозрачности. При этом в режиме прозрачности можно выбрать уровень громкости звукового фона. Настройка управления также происходит в приложении. Единичное, двойное и тройное касания можно только отключить, либо включить. А вот к длительному нажатию можно привязать одно из предложенных действий. Кроме того, в Galaxy Wearable можно менять профили эквалайзера, но только между предостановленными вот этими вот профилями. Добавить собственный у вас никаким образом не выйдет. Мне больше всего понравился динамический профиль. В динамическом профиле очень хорошо чувствуются низкие частоты, где-то на срединку чувствуются средние частоты и высокие частоты тоже на очень крутом уровне. Поэтому я рекомендую вам использовать именно динамический профиль. Ну, лично под мои задачи и под то, что я слушаю, мне этот профиль подходит больше всего. В Galaxy Wearable есть соответствующий инструмент, который проверяет посадку наушников. Рекомендую этим пользоваться, ибо это действительно полезная вещь. Стоит помнить, что только при правильно подобранных амбушюрах и нормальной посадке наушников корректнее всего будет работать активное шумоподавление. Сенсорная панель работает достаточно точно, но так как в этих наушниках есть действия в одно касание, случайных нажатий просто невозможно избежать. Каждый раз, когда вы будете поправлять наушники, либо доставать их из уха, тем самым вы будете всегда нажимать play-паузу. Автопауза срабатывает только при извлечении обоих ушей и не продолжает воспроизведение при их возвращении. Приходится нажимать play вручную. Благодаря активному шумодаву эта модель отлично справляется со своей главной задачей. Обеспечивает хорошее качество воспроизведения музыки на ходу, при этом отсеивать весь городской шум. За активное шумоподавление и передачу голоса отвечает хитрая связка из трех микрофонов, вибрационного датчика костной проводимости и машинного обучения. Все эти чудеса позволяют успешно отсекать значительную часть окружающего шума без излишнего давления на уши. Шумодав значительно повышает комфорт при нахождении в городе, а режим прозрачности позволяет не снимать наушники во время быстрых диалогов. А теперь послушаем как записывают звук микрофоны в наушниках Galaxy Buds 2. Раз, два, три, раз, два, три. Всем привет дорогие друзья, с вами я Виктор и вы находитесь на YouTube канале Vector Обзорщик. Сейчас я тестирую микрофоны в наушниках Galaxy Buds 2. Вот такое вот качество записи звука в комнате. Включаю шум улицы и послушаем как будут справляться наушники Galaxy Buds 2 при таком вот шуме. Шум будет достаточно громким, поэтому слушайте какой-то текст. Поднесу максимально близко. Будет ли отсекать в микрофон и наушниках этот звук посторонний, либо нет, я еще не знаю. Давайте это прямо сейчас и протестируем. Теперь сюда поднесу. Будет ли слышно мой голос? Нормально, либо нет? Качество работы микрофонов неплохое. Шумодав старательно пытается отсекать шумы, но часто это не лучшим образом сказывается на четкости речи. С другой стороны, голос хоть и искажается, почти всегда остается разборчивым. Несмотря на компактные размеры, каждый наушник имеет встроенный аккумулятор на 61 мАч, чего хватает практически на 5 часов воспроизведения музыки с включенной активной системой шумоподавления, или 3,5 часов в режиме разговора. А если вы отключаете активную систему шумоподавления, тогда автономность вырастает до 7,5 часов прослушивания музыки. В компактный кейс встроен аккумулятор емкостью 472 мАч, чего хватает для увеличения автономности Samsung Galaxy Buds 2 до 20 часов со включенным шумодавом, и до 29 часов с выключенным шумодавом. В целом, на мой взгляд, очень достойное время автономной работы, как для беспроводных наушников. Для подзарядки кейса можно использовать USB Type-C разъем на тыльной стороне корпуса, либо же можно заряжать этот кейс с помощью беспроводной зарядки, либо можно воспользоваться реверсирной зарядкой на вашем смартфоне. Для этого нужно зайти в настройки и включить беспроводную обратную зарядку. Потом вы просто тыльной стороной кейса наушников прикладываете к задней крышке смартфона наушники. Вот, и все, зарядка пошла, и ваши наушники заряжаются. Беспроводная зарядка полностью заряжает наушники и футляр за 2 часа. Если вы используете провод, то будет ровно так же. Наушники от кейса от 0 до 100% заряжаются за полчаса. При этом кейс обеспечивает 3 полные зарядки наушников. Быстрая зарядка такова, что за 5-10 минут вы получаете несколько часов воспроизведения музыки. В Samsung Galaxy Buds 2 есть встроенный фирменный кодек Samsung Scalable, который, по заявлению производителя, чуть ли не лучше, чем кодек APTX. Но работает он, естественно, только в связке с смартфонами Samsung. Также есть здесь базовый SBC кодек и более продвинутый AAC кодек, которые, в принципе, тоже неплохо работают. И для повседневного прослушивания, на мой взгляд, их будет с головой достаточно. Хотя я все же обладатель смартфона Samsung, поэтому использовал максимально качественный кодек Samsung Scalable. Под или небольшой дождь для Galaxy Buds 2 не является проблемой, благодаря защите от влаги по стандарту IPX2. Для айфона нет приложения, с помощью которого можно настроить параметры Samsung Galaxy Buds 2, к сожалению, поэтому нельзя настроить эквалайзер под себя, нельзя настроить касание, отключить сенсор, либо что-то еще. Этого, к сожалению, сделать нельзя. Поэтому с айфонами, ну, я бы все же, наверное, не рекомендовал использовать эти наушники, потому что очень много функций вы теряете. В целом, что могу сказать? Если вы являетесь владельцем смартфона Samsung, тогда использовать Samsung Galaxy Buds 2 для вас будет очень даже неплохое решение. Потому что, на мой взгляд, это хорошие наушники для повседневного использования. Обязательно пишите в комментарии под видео, что вы думаете про Samsung Galaxy Buds 2. Также пишите свои отзывы, если вы являетесь пользователем этих наушников. Я обязательно вам рекомендую посмотреть сравнение камер Samsung Galaxy S21 Fan Edition с камерами iPhone 13 Pro Max. Вот здесь вот будет ссылочка. А всем желаю удачи, всем пока-пока. Раз, два, три, раз, два, три. Всем привет, дорогие друзья. С вами я, Виктор, и вы находитесь на YouTube-канале Вектор на уши.